Лабиринт переулков, мощенных камнем. Дома, стоящие стена к стене и оставляющие над головой лишь узкую полоску неба, вдохновляющие теснота средневековых улочек. Это здание, построенное на рубеже 16-17 веков, вполне могло бы украшать центр города в Италии или во Франции. Но мы не в Италии и не во Франции, мы в Греции. Я поправлю тебя, Фил. Мы находимся не просто в Греции, мы находимся на Корфу. А Корфу – это что-то особенное. С Наташей не поспоришь, но именно в столице острова лучше всего понимаешь, чем Корфу или Керкера отличается от остальной Греции. Редактор субтитров А.Семкин Когда говорят о славном прошлом Эллады, обычно обращаются к временам до нашей эры. История Керкера начиналась тогда же. Но вот главные рукотворные памятники Корфу, они гораздо современнее. Стоит просто повернуть голову или пройти несколько метров, и мы переносимся в другую эпоху. В 14 веке Корфиоты, чтобы защититься от агрессивных соседей, добровольно перешли под покровительство могущественной Венецианской республики. И не прогадали. Венецианцы правили более четырех веков, но не слишком строго. Память о том периоде в архитектурных шедеврах и изящных легендах. На протяжении столетий это здание было центром культуры на Балканах. Я читал, что даже небогатые Корфиоты старались сэкономить какие-то деньги и купить себе билет в отрыв. Именно здесь был первый оперный театр, где проходили мировые премьеры. Пучини, Верди давали здесь свои премьеры. Быть причастным к истории хочет каждый. Люди влиятельные особенно. Поэтому вы вряд ли удивитесь, когда я скажу, что Сан-Джакомо вот уже более ста лет принадлежит не актерам, но чиновникам. В здании театра городская мэрия. В мэрии, разумеется, сейчас не проходят никакие концерты. Но мы, благодаря помощи Наташи и еще одного человека, все-таки попали внутрь. Это Гикас Стефанос, депутат, представитель острова в греческом парламенте. Он договорился, чтобы нам показали внутреннее убранство ратуши. И рассказал, что лично для него значит венецианское прошлое Корфу. Керкера – это место переплетения культур. Необычный яркий цветок. История, объединяющая Средневековье и современность. Конечно, у нас тоже есть восхитительное побережье, прекрасная природа, потрясающие виллы. Но неповторимость – она именно в истории, которая связывает нас с Европой. И пусть моя работа требует пребывания в Афинах, жить я стараюсь здесь. Только на Корфу я могу наслаждаться гармонией и вот такой архитектурой. Вместе с храмом Святого Спиридона ратуша – самое известное здание старого Корфу. Но примечательных уголков здесь десятки, если не сотни. И люди, хорошо знающие город, с удовольствием их показывают. Одно из самых романтических мест города называется Плотея Кремастис. Площадь, где находится храм, который открыт только раз в год на введении в храм Пресвятой Богородицы. Местные знают, раньше бралась здесь воду. Это снова у нас венецианское правление. 1699 год, написано сбоку на колодце. И вечером здесь прогуливаются неспешно парочки. И здесь очень спокойная жизнь, как и везде на Керкере. Абсолютно безопасная. То, что эти кварталы – памятник мирового масштаба, официально было признано в 2007 году, когда центр Керкеры был взят под охрану ЮНЕСКО. Здесь так естественно звучат слова о музее под открытым небом. С одной важной оговоркой – это музей, экспонаты которого при желании можно приобрести. Разумеется, я говорю о квартирах. Квартирах в старых венецианских домах. И что, много предложений? Ну, с чего много предложений? Город маленький, предложений очень ограниченное количество. Ну, кто-то все равно по каким-то таким личным причинам продает. Конечно же. У кого-то дети уехали в другую страну, не могут управлять. У кого-то семья увеличилась, и нужны деньги. Одно из таких предложений мы с тобой сейчас посмотрим. Вот, посмотри вариант в этом доме на третьем этаже. Дом, которому сотни лет – это и удовольствие, и испытание. Узкая лестница, высокие ступени, бита с любого окна – гарантированный сюрприз. Заходишь в квартиру и тоже встречаешь фрагменты из прошлого. Балкон маленький, узкий и аристократический. Поэтому, пожалуйста, немножечко отойди. И, опс, это ЮНЕСКО. И это тоже ЮНЕСКО. И это тоже ЮНЕСКО. И здесь все ЮНЕСКО. То есть, покупая такую квартиру, ты должен понимать, внутри делай что хочешь, а вот эту субстанцию не трожь. Конечно же. Это нужно будущим поколениям. Романтично? Конечно. Но меня все время мучил вопрос. Как? Как можно отказаться от квартиры в таком месте? И что чувствуют хозяева перед продажей? Конечно, это боль. Наша семья жила в этом доме более 50 лет. Здесь выросли моя бабушка, мама, я сама. Вы правы, решение далось нам тяжело. Но что поделать, семья растет, появились дети и внуки. Нам нужно было больше места. Конечно, мы не хотим уезжать из столицы. Потому что здесь находится все, что нам дорого. Что ж, будем искать варианты недалеко от центра. Задача у Софии непростая, в том числе и в финансовом смысле. Греческий рынок недвижимости в целом страдал последние 15 лет. Цены падали до 2018 года. Но Корфу, во всяком случае центр города Корфу, жил по своим экономическим правилам. Давай еще о насущном. Сколько стоит квартира в старом венецианском доме сегодня? Учитывая то, что наши покупатели любят узнавать цену за квадратный метр, соответственно, квадратный метр в старинном венецианском доме, вот в таком, может стоить 3,5 тысячи евро. И плюс ремонт, так как квартиры эти не отремонтированы. И вообще для Корфиотов тема ремонта, она совсем не актуальна. Если мы говорим об арендных перспективах, ну, смотришь на вид за нашей спиной, понимаешь, что они хороши. Они уникальны. Стоимость аренды в день здесь может достигать 200-250 евро. И, конечно же, в праздничные дни, фестивали, Пасха, самые разные мероприятия, квартира может стоить до 500 евро в день. Греция для большинства туристов – курорт. Но вот столица Корфу, Керкеры – дело иное. Сюда приезжают не за морем, за атмосферой. Она притягивает туристов, а значит, их деньги. И если вы смотрите на недвижимость прагматично, то есть хотите на ней зарабатывать, лучше присмотреться именно к старым кварталам. В этом доме Наташа показала нам еще одну квартиру. Она не продается, точнее, уже не продается. Ее купили пару месяцев назад, как раз, чтобы зарабатывать на туристах. Необходимые критерии, которым должно удовлетворять такое жилье, при покупке можно свести к одному. Важно место – центр города. Правда, затем возникают и другие нюансы. Сами греки, когда покупают недвижимость, они особо не заморачиваются ремонтами капитальными. Они просто живут и наслаждаются новой недвижимостью. Пусть ей даже 100 и 200 лет. Но если ты хочешь, чтобы твоя недвижимость работала, сдавалась в аренду, то, конечно же, нужно сделать ремонт. Как? Примерно здесь. Вот это вот дорогой или не очень такая средняя цена? Ремонт этой квартиры обошелся примерно в 40 тысяч. Покупай, внутри меняй, снаружи сохраняй. Это и нехитрый план действий для инвестора, и требования контролирующих органов. Они точно будут следить за реновацией. Делай ремонт, не делай ремонт. Но вот такие ставни должны оставаться всегда. Сохраняя все до малейших деталей, Корфу бережет свое очарование. Здесь не то, чтобы не рады элементам глобализации. Их просто ненавязчиво, как бы не специально отодвигают. Результат порою изумляет. На мировом курорте и нет самой знаменитой буквы М. Потрясающе. На ее месте теперь другая эмблема, под которой кафе и гостиница. А зашли мы сюда, потому что хозяева разрешили нам подняться на крышу. Вид с нее – лучшее объяснение очарования Корфу. Пока же все в этом месте, вопросов больше не возникнет. Святой Спиридон является самым высоким зданием в Корфу-тауне. По крайней мере, в Корфу-тауне. Я смотрю, здесь вообще трех-четырехэтажные дома – это максимум. Конечно. Причем дома делятся на венецианские и на английские. Венецианские – пониже, английские – три-четыре этажа. Здание, на крыше которого мы только что побывали, в центре столицы. Но это уже не венецианские кварталы, а эпоха Наполеона, лично очень любившего Корфу. Кажется, где-то тут рядом – Лувр и Вандомская колонна. Корфетская ривали. Улица Листон на площади Спионада. Самый богатый, самый аристократический и космополитичный квартал города. Пустынный только на рассвете. А так весь день здесь гуляют, отдыхают, пьют кофе. И приезжие и Корфеоты. Такая она – мирная жизнь под сводом французской галереи. Хотя сами французы 200 с лишним лет назад покидали остров не совсем мирно. Их просто прогнали. Русский адмирал Федор Ушаков и его флот. Осада Корфу – это 1798-1799 год. В течение почти шести месяцев русско-турецкая эскадра осаждала крепость, занятую французами, и в итоге победила. Этот памятник – напоминание о еще одной странице истории острова. Страницы этих бурных, особенно последние столетия, перевернуты немало. После французов Корфу был оден англичаном, потом стал греческим. Во Вторую мировую войну его захватили немцы, потом он снова стал греческим. Но как-то обошлось без масштабных разрушений. И вот что точно осталось нетронутым. Хотя еще в конце 18 века французы уничтожили сословное деление. И тогда же прекратила свое существование золотая книга Либрадора, в которую были вписаны местные аристократы еще венецианского периода. Остров сохранил особый богемный дух. Это чувствуется именно в столице, особенно когда узнаешь, кто более всего жаждет купить квартиру в этих домах. Они очень тщеславны. Приобретая недвижимость в таких местах, они покупают кусочек истории и статуса. То есть сами корфиоты охотятся за такими предложениями. Конечно. Просто потому, что для них это возможность условно к своей фамилии добавить немного славы. Тот самый список Либрадоры. Да, формально его нет, но где-то подсознательно он в душах корфиотов живет. Купив недвижимость вот в таком месте, ты становишься значимым для всей Керкеры. Не побывав на корфу, исключительно умом эту страсть понять непросто. Что ж, пусть ее объяснит нам хозяйка квартиры в старом городе. Ты ходишь по узеньким улочкам. Тебя все знают, все улыбаются и говорят «доброе утро». Ты окружен вниманием соседей, бокалейщика, продавца фруктов или хозяина маленького кафе, семья которого владеет им уже сотни лет. Вы можете рассчитывать на совет, поддержку и помощь. Вам обеспечено ощущение семейной обители. Я бы очень расстроилась, если бы аристократический дух корфу не сохранялся. Он уникален. Ничего не имею против современных домов и вилл, но, пожалуйста, вне границ корфу-тауна. Здесь должно все быть так, как много веков назад. История Керкера весьма занимательна, но, как мы уже сказали, в ней не было великих переломов. Так что вполне естественно, что корфиоты, даже не являющиеся потомками аристократических родов, хранят особый дух. А вместе с ними его впитывают те, кто приезжает на остров и впечатленный хочет остаться здесь, стать для корфу своим. О таких людях мы поговорим в следующей серии. А пока давайте еще немного погуляем или полетаем по узким улицам старого города. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...